Книги делятся на те, которые можно, не раскрыв, положить на полку, и те, которые стоит прочитать. Они не только увлекательно написаны, из них можно узнать много важного, актуального, сенсационного. Книга Филиппа и Казьянца, Исраэль Ари. Ящик Пандоры, именно то исследование, с которым стоит серьезно ознакомиться, хотя события давно минувших дней, которые внимательно анализирует автор, непосредственно с Литвой не связаны. Весной 2020 Филипп завершил работу над книгой. Эту работу следовало бы перевести на литовский язык, чтобы раздать тем литовским историкам, политикам, журналистам. Которые в пошатнувшихся отношениях Армении с соседями, винят только азербайджанцев с турками. Этот научный труд Филиппа и Казьянца, скорее всего, в Армении проигнорируют. Официальные армянские дипломаты, наверняка, приложат гигантские усилия, чтобы об анализе этого публициста и историка армянской национальности, как можно меньше знали в Европе, Америке, Балтийских странах. И все же, те две сотни страниц, на которых Аказьянц, внимательно, скрупулезно и непредвзято анализирует историю своего народа, настоящая сенсация. То, что он открыл, выявил, сопоставил, работая с сохранившимися древними рукописями, противоречит официальной позиции Еревана, согласно которой армяне с древнейших времен являются якобы самой притесняемой нацией. Именно поэтому выводы Филиппа Эказьянцы, они могут понравиться армянским историкам и политикам, которые не видят собственных ошибок и обвиняют во всем других. Не слишком благосклонно отнесутся к книге, скорее всего, и те представители Европы, которые фанатично придерживаются анти-азербайджанской и анти-турецкой позиции. Некоторые из них, так глубоко увязли в демагогии, распространяя ошибочные версии и полуправду, что у них теперь нет пути назад. Им не удастся сухими выйти из болота лжи, не потеряв авторитета и не признав ошибок. Солидности книги Эказьянца придает тот факт, что автор – армянин. Филипп считает себя гражданином бывшей Османской империи, предки которого вынуждены были в 1915-1916 годах бежать в Российскую империю. Он считает, что в 1915 году трагическая участь постигла всех жителей Османской империи – турок, курдов, мусульман, христиан. Здравомыслящему человеку понятно, что в условиях, когда Османская империя вела войну на несколько фронтов, когда внутри нее существовало множество очагов гражданского противостояния, как на религиозной, так и на национальной почве. Тогда было сложно вести печальную статистику, которой сегодня манипулируют жертвой геноцида. Под выражением «жертвой геноцида» я имею в виду, конечно, не тех, кто погиб в царстве им небесное, а тех, кто сегодня пытается получить моральные и финансовые гонорары за их смерть. Эказьянц также думает, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, это не секрет. А принадлежать он должен всем тем, кто жил там до войны, за исключением тех, кто причастен к преступлениям. Литва, по словам Филиппа Эказьянца, повела себя недостойно, когда в 2005 году Сейм принял специальную резолюцию, признав трагические события 1915 года в тогдашней Османской империи геноцидом армян. Борьба за признание геноцида не является борьбой за торжество справедливости. Это борьба за то, чтобы подменить одно понятие другим – трагедию всех народов Османской империи переименовать в геноцид одного армянского народа. Филипп не раз публично интересовался, что же его соотечественники, обвиняющие азербайджанцев и турок в неуживчивом нраве, сами сделали ради мира, дружбы и взаимопонимания. Он спрашивал также, почему его земляки, с одной стороны, стремятся к международному признанию, имеется в виду трагедия 1915 года, а с другой стороны, игнорируют заявления НАТО и стран Евросоюза о том, что Нагорный Карабах – это регион Азербайджана. Словом, Филиппо Эказьянцы не могут любить те, кто до сих пор грезит о Великой Армении от моря до моря, кто все еще думает, что захват чужих территорий можно оправдать. С появлением книги «Исраэля Ари – ящик Пандоры» Филипп, по-видимому, впадет в еще большую немилость у тех, кто постоянно твердит, будто мусульмане с древнейших времен притесняли армян. Эказьянц приводит аргументы в доказательство того факта, что Исраэля Ари, которого Армения считает национальным героем и самоотверженным защитником интересов, живущих в Персии армян, вовсе не был тем, за кого он себя выдавал. Исраэля Ари не волновала судьба живущих в Персии армян, потому что он был авантюристом, интриганом, самозванцем и шпионом. Словом, человеком, для которого собственные интересы были гораздо важнее, чем права, привилегии и обязанности армян, живущих в Персии. В работе Эказьянца мы находим большое количество убедительных фактов, которые заставляют задуматься. А почему современные армянские историки не говорят о том, что христианские иерархи, тогда безостенчиво торговали должностями, почему не говорят о взаимных распрях, конкуренции, противоречиях в среде армянского духовенства? Делая выводы, Эказьянц убежден, что ожесточенную борьбу внутри армянского духовенства за власть, не стоит называть национально-освободительной борьбой армянского народа. А теперь давайте подумаем, стоит ли переводить этот труд на литовский язык. Я убежден, что стоит. Ее можно было бы подарить тем, кто до сих пор слепо верит каждому заявлению официального Еревана. Не помешало бы почитать книгу Эказьянца и литовским политикам, благословившим в 2005 году резолюцию, в которой осуждается поведение турок в Османской империи в 1915 году. С книгой могли бы познакомиться и руководители Академии наук Литвы, которые не пустили турецких ученых и исследователей, собиравшихся представить литовскому обществу турецкую версию трагических событий 1915 года. Эта книга могла бы украсить библиотеку редактора газеты Варута, которые охотно пропагандируют взгляд официальной Армении на исторические события. Пригодилась бы книга Эказьянца и литовским политикам, планирующим официальные визиты в Армению. Давайте смотреть на историю далекого и малоизвестного нам Кавказа, хотя бы с тем вниманием, с которым к ней подошел Эказьянц, в своей книге «Исраэль Ари. Ящик Пандоры». Продолжение следует...